Борьба со снегом набирает обороты. Десятки снегоуборочных машин работают по всему городу. После ночного снегопада расчищаются дороги, дворовые территории, подходы к социальным объектам. По данным синоптиков, Серпухов попал в топ трех самых заметенных снегом городов Подмосковья, уступив первенство только Коломне и Шатури. За последние сутки снежный покров вырос еще на 15 сантиметров. Сегодня особое внимание уборки дворовых территорий. На прошедшем накануне в администрации совещании с руководителями управляющих компаний было указано на имеющиеся в работе недочеты. Снег действительно много где не убран, поэтому нам бы хотелось, чтобы мы немножко усилили свою работу и обратили внимание не только около подъезда, вот эти вот проезды, на которые Юлия Олеговна сегодня обращала, чтобы этот снег как бы туда немножко вычищался, а не просто от подъезда сваливаться и все. Это чтобы вы свою территорию полностью отрабатывали. В первую очередь внимание специалистов администрации к тем дворовым территориям, на содержание которых жаловались жители. Одна из таких у дома 116-го по улице Ворошилова. Обитателя его беспокоит проход, контейнеры, площадки и утопающие в снегу парковки. Сегодня дворники здесь работают с раннего утра. У них, в свою очередь, претензии к владельцам автомобилей. Некоторые пускают возле машины посещать, некоторые не пускают. Что нам делать? Люди жалуются. Освобождается от снега и двор у 169-го дома по улице Ворошилова. Здесь сегодня механизированная уборка. Однако привести в порядок парковочные места опять не получилось. Работаем практически без выходных, без перерывов. Техника входит регулярно. Дворники выходят раньше своего положенного времени, то есть где-то в 6-5 часов утра начинают очищать входные группы. Дворников хватает. В основном проблема с автотранспортом, который стоит во дворах, мешает именно чистке механизированной. А дворник, он звено, которое помогает механизированной чистке. В момент именно снегопада, когда аварийная ситуация, жители должны тоже понимать, что ходит техника, что нужно убирать свои машины, помогать выходить как-то тоже, то есть в рамках субботника. Но, к сожалению, справляемся своими силами. Жители все же начинают прислушиваться к просьбам сотрудников управляющих компаний, поскольку понимают, что только общими усилиями можно привести в порядок дворы и улицы родного города. Если, правда, мы хотели бы сами помочь своему городу, своим улицам, это все в наших руках. Поэтому у владельцев машин есть возможность всегда помочь дворникам и очистить ближе, приезжающих вокруг своей машины территорию. При нормальной погоде, да, дворники справляются, но в таких ситуациях, конечно, им сложно. Ситуация осложнилась еще и резкими температурными перепадами. На крышах многоэтажек за последнюю ночь выросли опасные сосульки. На некоторых домах ледяные глыбы этой зимой приходится убирать по нескольку раз. Славится своими ледяными украшениями старый дом номер один по улицу Пушкина. Сегодня на крыше его работала бригада альпинистов-профессионалов. На этом доме, на Пушкина-1, мы работаем уже за вот этот период, с 3 декабря третий раз. Дом проблемный. Сосульки здесь всегда, навесы здесь всегда. Мы его контролируем постоянно. Работы очень много по всему городу. Бригад работает у нас, альпинистов-профессионалов, тоже достаточно. У нас 6 бригад. Мы их распределяем по адресам, и они одновременно работают. Хотелось бы, конечно, чтобы проживающие и проходящие обращали внимание на сигнальные ленты, на знаки, которые обозначают, что навесы есть. И смотрели, конечно, наверх. К жителям, чтобы не волновались, то, что мы шумим, стучим. Это лед, его по-другому никак нельзя убрать, только скалывание. Поэтому не переживайте. Стараемся делать его работу качественно и без последствий. В этом доме живут добросовестные люди. Помогают дворникам чистить парковки от снега. Постоянно чистим сами машины и дорогу. Ну и, конечно, парковочные места. То есть это один из выходов из той ситуации? Нужно сообщать, решать эту проблему? Ну, конечно, конечно. Ну, а кто еще поможет? Ну, кто? ЖКХ, по-моему, так сказать, свои обязанности тоже выполняет. Я думаю, что должны участвовать, так сказать, да, и помогать все-таки и ЖКХ, и сотрудникам. Город постепенно освобождается от снежного плена. Очищаются тротуары, дороги, на снежной передовой все коммунальные организации округа. Ночью был организован вывоз снега с улиц Советская Джона Рида. Была уборка тротуаров, расчистка остановок, расчистка пешеходных переходов. Дневная смена занимается расчисткой дорог, расчисткой также тротуаров. И продолжается вывоз снега. Ежедневно с улиц Серпухова убирают и вывозят около 200 кубометров снега за черту города в специально отведенное место. Уменьшилось количество жалоб на подъезды и подходы к торговым центрам, магазинам, точкам общепита. Рядом с ними убирается техника. Однако расслабляться не приходится. Пока еще только середина зимы. А это значит впереди снегопады. Оперативно устранять их последствия. Коммунальщики готовы. Продолжение следует. Продолжение следует...